Вот такая лужайка у меня тут красивая. Вот эта смесь крокусов распустилась, крокусы очень хорошо переносят пересадку, вот если где-то крокус остался например маленькая луковичка она потом подрастает и зацветает и вы ее можно выкопать прямо с корня и посадить в другое место. Она хорошо приживается, но немножко надо притянить, чтобы солнышко ее не сушало, чтобы полить и притянить и очень хорошо они приживаются. Сегодня я буду обрабатывать марганцовкой клубнику от заболеваний. Вон охотник с ворона опять воюет. Рыжик, у нее крылья, тебе не достать ее. Иди давай сюда заяц, иди давай. И буду подкармливать газон, он уже подсох, земля растаяла, сделаю подкормочку комплексным удобрением. Разведу азофоску в 16-16-16, столовая ложка на 10 литров воды. Вот там вода у меня. И подкармливаю лейка на квадратный метр. Получается столовая ложка на квадратный метр. И он будет лучше расти, гуще будет и будет более устойчивый к неблагоприятным условиям. Здесь марганцовочка у меня разведена для клубники. Делаю сразу темно-розовый раствор, пополам делю, и мне две лейки хватает на всю клубнику. А здесь сейчас разведу 10 столовых ложек. Нет, даже, наверное, не 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, 10 столовых ложек азофоски. А потом буду делить их на порции. Разведу в ковшике, а потом буду делить на порции в лейку, чтобы каждый раз столовую ложку в лейке не разводить. Кто хитрее называется и настырнее. Все, рыжик, улетела она. Развела 10 столовых ложек. И выливаю в ведро. Смотрю, все ли развелось. Ну вот, развелось все. Банка пустая. Вот чем мне это нравится удобрение, то, что оно хорошо в воде разводится. Хоть в холодной, хоть в теплой, хоть в горячей. Ну вот, это у меня на весь газон. Буду брать ковшик у меня литровый. Литровым ковшиком буду отмерять. Налейку. Литр налейку и разбавлять водой. И поливать газон. Кусты сегодня я подкормлю. Цветы пока не буду подкармливать, потому что еще холодно. А кусты, деревья подкормлю. Достали из погреба. В погребе сохранились дурманы. Вот в таком они состоянии. Вверх весь заплесневелый. Но стволы не знаю, конечно, тут. Сомневаюсь я. Один уже выкинула. Там внутри вообще мягкий был. Пустой. А эти вроде еще. Как бы корешки у них крепкие. Посмотрим, что из них получится. Здравствуйте. Здравствуйте. Что получится. Вообще, турман считается многолетником. На юге он как многолетник растет. Не знаю. Так, еще. Удалилась сегодня я яблоню. Вот этот дурман, который я выкинула. В середине мягкий. А это яблонька. Краснолистная, красноцветковая. Вот так у нас от сырости кара отслаивается. И там у нас некоторые подписчики советуют в яму садить. Если в яме вода будет стоять, это вообще у нас в яме ничего нельзя садить. Наоборот, все на бугры. Чтобы вода тала и не стояла. Потому что под снегом очень много воды. По 10 сантиметров. А у нас тем более болото. А болото, оно вообще торф. Очень много себя воды берет. И корни просто разрывает в торфе. Особенно, если песку не добавить туда, до суглинка. Это вообще у нас все яблони растут. Там добавлен боровой песок, суглинок, торф. Короче, почва сделана искусственно для всех деревьев. Ну вот. Еще одна жертва этого сезона. Ну вот сейчас буду поливать газон. Удобрение хорошо развелось. Клубнику полила. Марганцовка пролила. Пока ее не чищу от листьев. Пока она не отрастет. Мне покажутся у нее новые листья. Ну вот потихоньку начинает отрастать. Но это все длительный процесс. Здесь наверху повыше повеселее. А здесь буду на следующий год их выкапывать, кусты эти, подсыпать боровой песок и поднимать все это место, этот бассейн. с бугра и вот так вот продолжать до досок. Так так же будет как груши. Груши буду подкармливать. Опилок он закисляет почву. И грушу буду подкармливать. Короче, почву раскислять. Есть такое удобрение, которое не закисляет почву. Кальциевая селитра называется. И еще у меня сода кальцинированная есть, тоже надо будет пролить. Здесь все пролить. Здесь под грушами тоже кальцинированная сода пролить, немножко раскислить. А то хвощ стал расти. болото оно все но свое дело делает. От сырости все закисает земля. Субы супер фосфат со дна. перемешать. Вот литровый кувшик заливаю. Размешиваю. Один кусочек уже полила. Сейчас второе будем поливать. Потом сверху все пролю чистой водой, потому что здесь рыжик ползает на газоне. Надо будет промыть от удобрения и стравы смыть. литровый подальше. Вот так пусками пролью весь газон. будет зеленая травка будет зеленая травка в канаве там у нас снеговая вода текет я в лейку наливаю разбавляю и поливаю